Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам-ФМ. Сейчас время бизнес-класса. 16.03 в Москве. И как всегда мы встречаемся в этой студии с представителями российского бизнеса. Сегодня в гостях Наталья Яковлева, президент группы компаний АВИС. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. И Сергей Лебедев, президент группы компаний Свичайлд. Добрый день, Сергей. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Традиционно, я напомню, у вас для этого есть как минимум два способа. Позвонить, например, и задать вопрос. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Либо вы можете написать свой вопрос, свою мысль оформить, свое мнение по поводу нашей беседы. Изобразить в интернете адрес компании финам.фм. Звоните, пишите. Тема сегодняшняя, ну, достаточно широкая, я бы так сказал. Назвали мы ее инновацией как способ продвижения, способ продвижения бизнеса, ну и наверняка какой-то способ улучшить конкурентоспособность в среде, да, собственного обитания. Итак, мы начнем наш разговор. Первый у меня вопрос, ну так, чтобы слушателям и мне в какой-то теме не было понятно. Чем занимаетесь вы непосредственно как бизнесмены? Наталья, давайте с вас начнем. Давайте. Наша группа компаний занимается продвижением инновационных решений и технологий ВПК России в сельском хозяйстве. Ну, что мы можем привести как пример? Например, новое глушение птицы, газовая камера, когда птица засыпает, подвергается анестезии, и птица забивается. Наоборот. Наоборот, да? Наоборот. Ужас сейчас. Электрическое глушение достаточно неэлегантно. И как бы мы все едим сейчас курицу, которую электричеством глушили. Все, я бросаю есть. Иначе с нашими технологиями курицу можно есть, которая уснула, получила анестезию смесью газов, очень гуманно. Это распространено очень в Европе и очень актуально для нашего нового сельского хозяйства. Здорово. Причем я предполагаю, что она уснула и видит хорошие сны при этом. Она не испытывает стресса. Мясо совершенно другой вкус. Мясо совершенно интересно. Понятно. Расскажите вы, чем занимаетесь. Мы занимаемся несколько красообратной историей. Мы помогаем людям родиться, появиться на белый свет. И, собственно, специфика работы нашей компании, одно из направлений работы нашей компании, это оказание медицинской помощи семьям или женщинам, у которых возникают проблемы с естественной репродукцией, с естественным рождением детей. И, собственно, мы занимаемся экстракорпоральным оплодотворением, то есть процедурами вспомогательной репродукции человека. Собственно, вот суть и смысл тех инновационных движений в медицине, которые мы продвигаем, стараемся в основном это делать в регионах. Поскольку все-таки в части столиц наших эти технологии достаточно активно развиваются, а регионы все-таки находятся в ущербном состоянии по сравнению со столицами. Ну, я думаю, что это не столько инноваций даже. Думаю, что да. Но мы об этом поговорим обязательно сегодня. Теперь, если не возражать, уважаемые гости, давайте, ну, может быть, сформулируем, может быть, не очень научно своими словами, что мы подразумеваем под инновациями. Слово очень модное, конечно. Широко оно везде сейчас используется. Может быть, даже порой и не по назначению инновация. Что такое, вот, непонятно. Наташа, предложите свой вариант. Вы совершенно правы. У нас был интересный очень случай, когда выпускники президентской программы встречались с правительством Московской области, и один за одним защищали проекты, которые они лично считали инновационными. Это постоянно чиновниками отметалось. И один очень умный участник сказал, простите, пожалуйста, вы могли бы вы сформулировать, что такое инновация? Чтобы у нас разночтения не было. И чиновник не ответил. То есть получается такой субъективный какой-то момент. Вот есть чиновник, который решает, что такое инновация. Поэтому, Олег, вы совершенно правильно поставили вопрос. Инновации, в моем понимании, это те новые технологии, которые улучшают состояние определенного сектора экономики отрасли и являются тем, что двигает технологическое направление, уровень развития поднимает и увеличивает доходность предприятия, которое развивает предприятие. В общем, в итоге, да, для чего заниматься инновацией. То есть выгода потребителей, выгода производителей. То есть инновация все-таки это как некая сфера высоких технологий. Совершенно. Ну, отчасти да, может быть даже нового мышления. Нового мышления. Нового мышления. В общем, как следствие лечением каких-то заболеваний, в том числе вновь открывающихся. Это связано и со стволами, и с биотехнологиями. Но, на мой взгляд, и особенно в силу того сегмента, который занимает моя компания, мне подразумевается, что инновации — это нечто, что может принести достаточно прямой плюс конкретным людям. Некая конкретно осязаемая методология, либо, опять-таки, некое изобретение, которое может впрямую влиять на жизнь конкретного человека. Я бы сказал, наверное, так. Я понял. А если я не совсем представляю этимологию этого слова, но вот там есть часть такая новация, новация. Вот если опереться на эту часть слова, мы все время говорим о чем-то новом, наверное. Совершенно правильно, да. То есть неважно, в какой сфере это новое. Ну, я вам скажу, в медицине довольно сложно говорить о кардинальных изменениях, потому что все-таки медицинская называется века, и общий вектор развития, он все равно тот же самый. Как в известном фильме говорили, да, революционера в медицине будет достаточно сложно. Это консервативная процессия. Думаю, что невозможно совсем. Невозможно совсем, да. Это правильно, наверное. Может быть гением в медицине, но все равно, к сожалению, консервативная направленность будет прослеживаться. То есть, и тем не менее, да, еще раз я повторю, вот это ключевое, наверное, да, части слова, новое. Что-то должно быть новое, ну, как минимум, вот, в разрезе... Ну, либо говоря о медицине, это некие созданные программы, схемы, системы, которые на протяжении длительного периода времени не были разработаны и не могли быть внедрены, да, и в силу развития техники, и в силу развития фармакологии. То есть, некая идея была уже, да, к этому времени? А воплотить мы ее не могли, потому что... Правда говоря, я скажу совсем простую вещь в части нашей работы. Все-таки движение сперматозоидов под микроскопом наблюдали еще в 17 веке, да, как бы, ну, научиться работать со спермой мы смогли только в веке 20-м. Поэтому вот это и есть та идея, которая пришла уже давно, применяется на практике совсем недавно. Хорошо, хорошо. Тогда давайте вот о чем поговорим. Наташа уже упомянула это важное... Это важное значение инновации. Наверняка вы применяете, да, такой подход, ну, не просто для того, чтобы... Хотя может быть, хотя может быть, да. Заговорили о, так сказать, прогрессе, о неком, да, развитии цивилизации. Иногда инновационный подход, он просто движет, да, движет в этом направлении. Может быть, в каком-то конкретном случае инновации есть как раз хорошо забытые старые. Старые, да, да. Плюс, конечно, еще раз говорю, появляются новые материалы, появляются новые возможности технологические, поэтому то, что уже делалось или подразумевалось, например, в части медицины делалось на животных, на лабораторных крысах, сейчас мы можем это позволять себе осуществлять уже в отношении человека. То есть хорошо забытое в том плане, что оно забыто, отложено было на полочку, да, до поры до времени невозможно еще. А потом мы оказались, так сказать, в новой действительности, и сейчас самое время вернуться к этому. Согласен. Ну, и тем не менее, составляющая, вот это бизнес-составляющая, инновация, для чего она нужна, если не говорить о глобальном развитии человечества? Ведь вы, как бизнесмены, ставите себе наверняка, да, конкретные задачи. Я могу, ну, условно говоря, да, рентабельность моего бизнеса такова. Я могу увеличить эту рентабельность. За счет чего? Ну, и тут можно, да, много... Автоматизация процессов. Совершенно верно, да, да, да. И в том числе инновация. Вот в этом случае, насколько она востребована, чтобы, ну, условно говоря, больше... Ну, инновация, наверное, в нашем сельскохозяйственном понимании, на нашем рынке, это же нечто радикально новое. Например, если раньше птицу бролеров подбирали руками с пола рабочие, то сейчас работают в большинстве успешных предприятий в мире автоматические комбайны. Когда мы видели, ну, погоди, там, собрал кур и капусту, и сразу весь урожай. Подобное что-то внешне выглядит, резиновые пальцы. Идет, у нас есть видеоряд. Я вам хочу сказать, что у нас инновационный, да, мультик? Это действительно инновация, и когда... Правильно, я позавчера читала доклад во ВНИТИПе, в институте птицеводства, и один из слушателей с региона сказал, это они у нас, говорит англичанин, у нас сперли, потому что видели мультик, но погоди. Вот, я считаю, что это радикально новое, это можно назвать инновацией, это радикально новый метод. Это автоматизация, это улучшение, сокращение количества людей с 18 до 2, это большое, наверное. Подожди, а это тоже инновации, сокращение персонала, это инновация? Вы знаете, инновация технологическая... Сокращение персонала, это последствия. Правильно, Сергей. Это последствия, то есть это те экономические плюсы. Мы экономим на labor cost, это издержки на оплату труда, мы экономим на потерях, которые, например, травматизм птицы, да, у нас очень много хорошего мяса, высокой категорийности, у нас очень позитивная экономика как следствие применения инновационного метода. То есть в конечном итоге инновация это путь к развитию бизнеса, конкретного бизнеса. Совершенно правильно, конкретного бизнеса, причем, например, наша роль в этом, да, есть спрос на рынке, а мы делаем, мы удовлетворяем этот спрос, но спрос иногда в инновациях, что сложно, его нужно сформировать, просто у нас клиент не всегда понимает, что так можно или такое просто бывает, поэтому первые лекции, они часто, я читаю курсы повышения квалификации для птицеводов. Сейчас поподробнее об этом надо рассказывать, и мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Наталья Яковлева, президент группы компаний АВИС, и Сергей Лебедев, президент группы компаний Свечаин. Мы говорим на тему инновации, как способ продвижения бизнеса, ну и, если позволите, небольшой подыток, да, нашей первой части, мы, по крайней мере, знаем сейчас и очень этому оказались рады. Чем занимаются мои сегодняшние гости, их бизнес достаточно любопытный, достаточно интересный. Мы выяснили, по крайней мере, общими усилиями, да, что подразумевается под инновациями, может быть, не всегда одно и то же, но, по крайней мере, ясно, о чем идет речь. А теперь у меня будут следующие вопросы к вам, уважаемые гости, по поводу, ну давайте так, традиционно мы сравниваем возможность, так сказать, осесть на российской почве чего-то нового, чего-то, значит, со стороны, может, приходящего. В данном случае, насколько, Наташа, на ваш взгляд, насколько российский, российская действительность вообще создана для инноваций, да, насколько она легко впитывает эти инновации. На Западе, насколько я понимаю, давно уже, да, это принято давно, это считается естественным, а может быть, ментальность российского бизнесмена, ну, ваша в частности, может быть, даже, или ваших коллег, не всегда дает возможность, да, вот, пойти таким радикальным путем. Ну, дело в том, что структура российского управляющего состава агрохолдингов такова, что она состоит из наемного менеджмента. Например, для меня 1% рентабельности или 1,5% серьезная цифра, за которую я буду волноваться и буду бороться. Когда сидит на месте человек, у которого от этого зарплата не поменяется, ему 5% тяжело, почесаться тяжело, понимаете? Поэтому инновации внедрять в Россию очень сложно. И только ситуация и волшебный пинок со стороны инвестора могут заставить управляющего на месте проанализировать какую-то новую совершенно технологию, потратить на нее какой-то умственный заряд, энергию, ну, и внедрить ее. Дело в том, что при той же самой зарплате он должен напрягаться, получить результаты еще зачем-то, и еще ответить за то, что он сделал, как он ее внедрил. Не дай бог, это еще, да, и не получится. И еще он останется виноват, если она, например, неудачно произойдет и с него будут требовать. То есть, правильно я понимаю, какая личная мотивация всегда должна быть? Личная мотивация должна быть, обязательно. И, конечно же, неблагодатная почва в России, потому что мы не привыкли думать, у нас не бизнес мозги пока в общей массе. Ну и вот то, о чем вы, кстати, вспоминали некоторое время назад, о общении с чиновником, когда начинаем выяснять, что есть новации, что есть инновации. Конечно, если у нас инновация может двигать только бизнес, а не чиновники, потому что чиновники, у них есть свои определенные задачи государственные, государственности каких-то движений бумаг, законов, и это нам нужно. Что касается инноваций, конечно, их должны двигать и принимать решения комиссионные, не чиновники, а как раз, может быть, какие-нибудь советы, которые будут состоять из представителей и потребителей. Таких советов сейчас нет? Вы знаете, нет. И даже когда сейчас идет, как бы, делятся деньги, финансы... Чьи, кстати, я очень интересен. Разные, разные. Разные деньги. И государственные. Государственные, прежде всего. Я, кстати, не соглашусь с Натальей, по крайней мере, в части министра здравоохранения, какие-то попытки создавать и, в частности, общественные советы, да, как бы существуют при Минздраве, пациентские, с довольно неплохим представительством и попытки Минздрава Российской Федерации некоторым образом передать некую часть ответственности в принципе контроля за медициной, общественным организациям, профессиональным сообществом, то, что, собственно, во всем мире довольно динамично развивается. Понятно, что государство, как управленец, в большинстве случаев не очень практично. Поэтому то же самое касается и медицины, к сожалению. Наверное, может быть, даже в большей степени в медицине, потому что, как мы с вами обсуждали, медицина изначально консервативный вид науки, поскольку связан со здоровьем людей и так далее. Так вот, говоря о инновациях в медицине, безусловно, то, что ощутимо и заметно в российской действительности. Увы, приходится признать, что никаких, ну, никаких, наверное, неправильное слово, но недостаточно научных работ ведется в Российской Федерации ни на частном уровне, ни в части тех государственных организаций, федеральных институтов, которые должны были этим заниматься. Уровень научных работ, ну, уже только ленивый не пинал эту тему, да, я говоря об образовании, к сожалению, это приходится признать и в медицине. Нет, давайте мы тоже попинаем, потому что, ну, если мы этого не будем делать. Ну, отвратительный уровень работ научных, защищаемый там на соискание степени кандидата медицинских наук и докторские, ну, в большинстве случаев это кальки с работ западных коллег. Как бы то ни было, это инновации, в том числе, какие-то научные разработки, продвижение, чего бы то ни было. А с этим приходится, еще раз говорю, признать, что дела обстоят не очень гладко. Говоря о нашей отрасли, довольно долго, собственно, застрельщиком движениям и тем вектором, кто занимался процедурами вспомогательной репродукции человека, была частная медицина. Очень долго, с 90-х годов, собственно, государственное влияние было близко к нулю. Сейчас государство довольно активно инвестирует деньги федеральные и федеральные квотирования, и через систему обязательного медицинского страхования деньги выделяются. Но возник провал в другой области. Некому лечить. Нет тех рук, которые будут эти деньги осваивать с результатами, сопоставимыми хотя бы с европейскими. Слово «осваивать» уже ругательное в нашем лексиконе с вами, да? Я думаю, вот в таком, в плохом смысле есть кому освоить. Но речь идет, конечно, все-таки, когда речь идет о вспомогательной репродукции. Но опять же нет мотивации, извините. Ну, наверное. Но еще помимо мотивации нет специалистов. Их просто нет. Обучение специалистов, которые занимались бы работами на уровне человеческих клеток, гомет, так называемых, да, яйцеклеток и сперматозоидов, они требуют довольно длительного обучения просто по срокам. Плюс это довольно дорогостоящая процедура. Это дорогостоящая техника, которая, конечно, там не доверит, нельзя доверить студенту, да, или дворнику и так далее. Поэтому проблема такая существует. Поэтому качество оказания подобных услуг в государственном ведомстве пока остается достаточно низким. Ну и вот традиционно, да, когда мы говорим о подобных вещах, да, проблемы, они очевидны, да, проблемы мы можем их перечислить, можем их, так сказать, назвать. А пути решения, вот очень хочется всегда, ну или как варианты какие-то, да, пути решения. Ну, я могу сказать пути решения, Сергей меня тут перебил несколько. Нет, прошу прощения. Пожалуйста, пожалуйста. Это нормально, у нас дискуссия, это нормально. Сергей, вы согласны или не согласны с нами, но у нас в сельском хозяйстве нет никаких советов, которые бы оценивали. Советов общественных советов. Общественных советов, которые бы принимали решение или оценивали бы, на какой уровень технологии тратятся деньги, то есть на самом деле инновации стоят столько же, сколько 20-летней давности технологий, которые уже не нужны даже Европе, и они их реализуют на территории России за наш бюджет. Вот. У нас есть, конечно, союзы отраслевые, которые прекрасно справлялись до вступления в ВТО и птицеводческий союз самый успешный, который представляет интересы наших птицеводов. Но, опять же, нет механизма и нет вот этого участия самого союза птицеводов в оценке уровня технологий, на которые тратятся деньги. Получается, что союз птицеводов это некая общественная организация, которая... Это организация общественная, которая сотрудничает и находится в Министерстве сельского хозяйства. Очень эффективная. И она действительно представляет интересы. То есть, значит, все-таки есть люди, которые как-то пытаются продвигать в профильном министерстве какие-то... Да, они технологии продвигают, они защищают свой рынок, защищаются, квотирование внедряют, и это у них хорошо получается. У них, они, по крайней мере, до настоящего момента, они не занимались именно оценкой, чем мы модернизируем, на что мы тратим деньги. Оценкой именно предложений и технологий они не занимались, до настоящего, по крайней мере, момента. Ну, в этой части я с вами абсолютно соглашусь, и то же самое, к сожалению, прослеживается и в области... Я вернусь, опять-таки, все-таки, я немножко... Так, наверное, поверну. Смысл в том, что частная медицина довольно тщательно отслеживает качество своих собственных услуг, поскольку ничто так не важно для продвижения медицины и медицинских услуг, как то, что называют в народе сарафанным радиом. Поэтому, конечно, частная медицина очень старается, по крайней мере, о серьезных каких-то компаниях или каких-то более-менее серьезных структурах. В государственном сегменте, думаю, что рано или поздно появится некий режим оценки качества оказываемых услуг по всем, думаю, направлениям, в том числе и в медицине. Я прошу прощения, сейчас этого режима нет? Ну, он носит очень мифический характер, это, скорее, сбор статистических данных, и эти статистические данные не связаны с качеством. Вот в чем проблема. То есть мы знаем, условно говоря, сколько бесплатных, бездетных семей прошло лечение, но сколько детей мы родили, мы не знаем, а вообще все-таки принципиально сколько детей мы появились в результате. Это результат, это всего лишь голая статистика. Поэтому я надеюсь, что, поскольку я говорил уже о том, что государство довольно существенно продвинулось и в этом году, и в прошлом году в плане финансирования процедуры вспомогательной репродукции, процедуры КО, и думаю, что, наверное, следующим шагом, по крайней мере, логичным шагом будет создание системы контроля качества, потому что, когда деньги теперь будут выделяться не напрямую, как это было до этого, они будут выделяться через фонды медицинского страхования обязательного. Думаю, что страхователи будут сами заинтересованы в создании этой системы контроля качества. Они захотят понимать, кому они выделяют эти деньги и каков результат этих денег. Думаю, что, может быть, еще раз говорю, что в данном случае, говоря о медицине, это будет лучший способ контроля. Я согласна. То есть там, возвращаясь к ситуации, которая сейчас, значит, налицо, что называется, сейчас осваиваются деньги и за ними особенно никакого контроля нет. И главное, что... Ну, тут же тоже надо понимать, но... Речь все-таки идет о десятках тысяч, это называется, протоколов ЭКО в год. Ну, и вы меня простите, весь департамент материнства и детства в Минздраве работает семь человек. Они же отвечают не только за ЭКО, это и вопросы детской смертности, и материнской смертности, и развития перинатальных центров и так далее. Они физически не смогут, они утонут в этом. Поэтому еще раз говорю, наверное, самая правильная история, когда контроль за качеством идет через деньги. А раз деньги выделяются в УМС, то это и дело страхователей. Страхователи свои деньги умеют считать не хуже, чем мы с Натальей, и они найдут методы и возможности внедрить и систему мониторинга и контроля. Ну да, ну да. И, кстати, жизнь уже это подтверждает лишний раз, да, человек, который считает деньги, он становится наиболее результативным, что ли, да, наиболее эффективным. А это если свои считаешь, чужие считать, можно префитаться немножко по этому. Ну, понятно, о чем идет речь. Это, естественно, свои, ну или не в данный момент свои, но... Те, за которые несешь ответственность хотя бы. Да, совершенно верно. Взяла свой, отчитайся. Кстати, вот мы начали с того, что сравнили, да, ситуацию с этим у нас и за рубежом. А там есть, может быть, какие-то системы действительно контроля, которые могли бы, ну, традиционно транспонироваться на российскую... В нашем ведомстве по-разному, в разных странах по-разному. Есть страны, которые детально достаточно за этим следят. Наверное, самые яркие примеры – это Англия и США. И в той, и в другой стране есть жесткие системы под государственным контролем находящиеся. Это то, что сейчас принято называть в России частно-государственным партнерством, на 100% финансируемое государством, но которым выделены функции тотального контроля за нашими коллегами на Западе. в некоторых странах, как Германия, это та же самая система, это тоже аналог наших фондов медицинского страхования. В каких-то странах, как в Италии, нет никакого контроля. Хорошо, мы еще раз с вами прервемся. Сейчас время послушать новости на Финам.фм, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Инновации как способ продвижения бизнеса». И в гостях Наталья Яковлева, президент группы компаний «Авис» и Сергей Лебедев, президент группы компаний «Свичайлд». Продолжим эфир. Ну, Наташа, да, ушли мы на новости. Не успели вы ответить на вопрос, на который ответил Сергей. Как опыт зарубежный. За рубежом не очень много денег выделяется на поддержку сельского хозяйства. Это большая-большая иллюзия. Вообще не выделяется. Это просто самостоятельный бизнес. Компенсируется только экспорт в Евросоюзе, если вывозится что-то на экспорт. Идет какая-то компенсация при случае реализации вне пределах Евросоюза. И, конечно, есть какие-то компенсации растеневодам согласно того, что, например, в Америке и у них поддерживается, им вилят, что заселять. То есть им указывают заселять кукурузу. Они сеют кукурузу и получают какие-то компенсации. У нас тоже был, я помню, какое-то время назад такой дяденька, который приказывал всем, чего надо совать. Это вот оттуда и пошло. А что касается, что мотивирует инновации, например, за рубежом люди развивают, специалисты развивают свой бизнес, частный бизнес, исключительно из того, что им диктует потребитель. По-моему, это самое логичное, нет? Правильно. У нас пока потребитель неосознан, мы пока просто накормить всех не можем. У нас есть ассоциации мясные, которые могут сказать, что у нас действительно мы сами себя не кормим. Просто не хватает у нас. У нас не хватает пока продукции. А когда она уже в переизбытке, у нас потребитель начинает желать. Он желает что-нибудь лучше или желает что-то определенное. И когда борьба за права, за гуманное обращение животных выходит в сферу индустриального, промышленного сельского хозяйства, это, конечно, сложный период для любого производителя, когда как раз и диктует сеть... Палки в колесах, да, практически? Дело в том, что, с одной стороны, это хорошо и развивает, и действительно получается мясо лучшего качества. С другой стороны, они начинают диктовать, какие права у курицы, на какой площади она должна вырастить. Да, это серьезно. И это уже залезание, как бы это уже... Железные права курицы, это очень важный момент. А чтобы они вскученно не выращивались, да. Ну, я так понимаю, да, у нее должно быть свободное пространство, личное пространство. Личное пространство, и как ее забивают, вот они как раз вот интересуются, чтобы птицы, животные не страдали при глушении, при забое, чтобы это все было максимально гуманно. И иногда это доходит до абсурдов, и, конечно, мне хочется сказать, если вы так переживаете, прекратите есть мясо. Действительно. Не ешьте, не убивайтесь так сами. Ну, выбор всегда у вас лично. Я так понимаю, что... Ну, это стимулирует инновации, конечно. Потребитель. Потребитель. Ну, в данном случае, да, это не совсем потребитель, наверное, да, если мы говорим вот об этих организациях. Это как правило. Зеленые, да. Зеленые, да. Пета.org. Посмотрите их сайт. Meet you meet, как они на Макдональдс, что они вешают. На все крупные организации, корпорации межмировые. А давайте вот... А в открытую наезжают. Наташа, здорово, здорово. Мне неожиданно пришло желание поговорить о теории заговора. Ведь наверняка это инициатива не этих людей, не конкретных людей, которые этим занимаются. Наверняка за их спинами кто-то стоит. И я предположу, Сереж, это стоят конкуренты. Они таким образом... Есть в этом? Ой, не знаю. В нашей части за этими людьми всегда, к сожалению, стоит религия. Разные направленности и... Нет, это уже серьезный аргумент. Потому что после этого так просто пальцем у виска уже невозможно покрутить. Ну, иногда очень хочется. И к чести наших конфессий, в частности, понятно, самой крупной русской православной церкви, они принимают участие в круглых столах. И, в общем-то, их позиция в какой-то степени, по крайней мере, стала проясняться. Потому что, ну, довольно долго, на протяжении большого срока, позиция христианских церквей всех направленностей по отношению к процедурам вспомогательных репродуктивных технологий была крайне негативная. Вызвана она была многими аспектами. И сейчас у них есть довольно большой сегмент возражений. Но ведь, собственно, любая церковь — это огромное количество людей с разным воспитанием, с разным мировоззрением и так далее. Поэтому и в христианских церквях есть люди разумные, понимающие, как говорят некоторые из их представителей, «Ну, мы же на лошадях не ездим, мы, собственно, мобильной связью пользуемся, почему мы должны отрицать явные достижения, в том числе медицины или каких-то других технических разработок». Но есть люди и абсолютно невменяемые, и, собственно, и психически больные и так далее. Ну, понятно, это другая категория. Невменяемые, психически, с ними любую тему невозможно общаться. Но ведь некая форма зомбирования, она существует, что в обществе зеленых, что в некой ветви христианской церкви. — Ну, во многих, я думаю, во многих сторонах человеческой жизни мы можем, да, говорить о неком внушении. В любом случае, человек, поэтому и человек, что у него есть всегда право выбора. Вот если ему нравится так жить, он живет так, со свойственными этому, да, его миру ограничениями, условностями и так далее. — Говоря о нашем ведомстве, меня иногда вызывает некое такое удивление и двойственность стандартов, да, тех же самых церковных служителей. И заключается оно в том, что, ежели официальная версия, ну, сделал тебя Бог бесплодным, значит, что же, терпи, усыновляй и так далее и тому подобное. — Молись, молись. — Молись, да. Вот это противопоставление процедурам репродуктивных технологий усыновления, она вообще чушь полная и абсолютно не связаны две проблемы друг с другом. Но, тем не менее, при всем при этом я знаю огромное количество служителей церкви, которые в случае собственных проблем замечательно рожали детей с помощью тех самых медицинских технологий. — Я хочу поддержать Сергея. — Я думаю, это частный случай, наверняка. — Ровно как, думаю, часть зеленых с большим удовольствием втихаря ест мясо. — Совершенно правильно, да. — За ушами. Подержите, подержите, надо. — За ушами трещит. — За ушами трещит, да. — Ну, об этом, да, вы хотели, собственно? — Ну, я хотела поддержать Сергея, потому что, что касается вообще медицины и ветеринарии, я сама ветеринарный врач по образованию первого. — Ну, и коллеги, оказывается. — Ну, почти что, да. Я знаю, что такое сперма. — Это хорошо. — Что такое оплодотворение. И я могу сказать только единственное, что в последний раз, когда я общалась с представителями монашеского сообщества, мне просто в обмен, мы обменивались, не знаю, разговором, разговор, что было здоровье людей, и было очень явно высказано, это буквально было, не знаю, там месяца три назад или четыре, о том, что, а зачем вообще лечить людей? Вот тело зачем? Мы все равно все умрем. Ну, позвольте, действительно, зачем же вы сами тогда лечитесь? Поэтому цирковь — это отдельная тема, религия. — Я в один момент даже там в разгаре дискуссии какой-то я не выдержал, сказал, ну, вы знаете, как бы, если вас слушать, то надо вспомнить, что еще 300 лет назад, даже чуть меньше, вы были против прививок от оспы, вы были против хирургической операции, связанных с аппеницитами, ну и так далее. Но нельзя в каменный век удаляться совсем, это нонсенс. — Согласен. Ну, давайте мы не будем в эту тему действительно слишком глубоко погружаться, потому что однозначного решения мы в любом случае не сформулируем, но это вещи сложные. — Ну, я просто надеюсь, что у нас осознанность населения просто будет расти, и они будут адекватно называть вещи своими именами. Тогда проблем будет меньше. — Давайте мы будем сами называть вещи своими именами, мы вернемся к идее инноваций, и мне очень интересно услышать от вас вот что. В самом начале, тем более мы как-то по этому поводу уже прошлись. Это независимо от той темы, которую мы сегодня подняли, которую поднимали вчера или будем поднимать завтра, потому что, очевидно, Россия достаточно, я бы сказал, неравномерно, да, с точки зрения бизнеса, с точки зрения услуг, с точки зрения восприятия действительно неравномерно устроена она. О чем речь? Есть Москва, ну и как минимум Санкт-Петербург. И там многие вещи, да, вот так выглядят. Отъехали за МКАД, уж я не говорю, отъехали много километров за МКАД, и там все иначе. О каких инновациях может идти речь, и может ли точнее идти речь о инновациях, вот там где-то, условно говоря, в глубинке матушки России, Наташа? Конечно, может. 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 И я приведу вам пример. У нас есть, например... Я прошу прощения, извините, сейчас придешь пример. Мне показалось, что вот где-то глубоко в деревне, причем недалеко даже, может быть, там во Владимирской или в Рязанской, слово инновации может как-то... По морде можно стопотать. По морду, да, за инновацию и по морде можно. Совершенно верно, Сереж, я вот там... Оно еще как... Прошу не выражаться. Да, да, да. Ну, я могу сказать, что, например, премьер-петинцфабрики Сеймовская, Нижний Новгород, она лидер, первая в России получила сертификацию ИСО, возглавлял Халдаенко Артур, директор, да, роль личности в истории. Сейчас он возглавляет холдинг УПАК, находится в Уфе, я его увидела буквально вчера, разговаривала на международном конгрессе ветеринарном, он говорит, я приехал в Уфу в 96-й год. У него уровень ракетных технологий на Сеймовской остался, после него все налажено. Самое лидирующее предприятие, мы видим эту продукцию, эти яйца столовые в магазинах. И он перешел в другой холдинг в Уфу в 96-й год. Но я уверена, что с приходом этого руководителя... Республиканского масштаба. Конечно, столица. А он работал где-то в области... В Нижнем Новгороде. И я могу сказать с полной уверенностью, что я вот через 4-5 лет во всем этом холдинге будет тот же высокий уровень, какой был на Сейминской фабрии. Ну, я так понимаю, мы сейчас говорим о личности в истории, да? То есть, благодаря конкретному персонажу. Нет-нет, это я допускаю, и дай бог, чтобы так случилось. И такие есть. И руководители есть. Получается, смотри, Наташа. Я верю в инновации в регионах. Браво, я тоже это делаю с удовольствием. Но тем не менее, получается, что инновации, внедрение инноваций, это проблема или, если хотите, задача конкретного человека. Вот энтузиасты. Нет, энтузиасты, все. Это правда. Мне кажется, что любые прогрессивные движения, это все равно, даже с точки зрения бизнесменов, которые внедряют или не внедряют, это некий риск. Это частный случай, то есть, это некий, я бы сказал, авантюризм, да, в определенной степени. И в любом случае, таких людей немного, и они все равно ограничены, наверное, да, в количественном составе. И, безусловно, продвижение чего бы то ни было, будь это инновации или, не знаю, сапоги делать резиновые, все равно нужен кто-то, кто будет это делать. Говоря, там, например, про наше ведомство, ну, есть, помимо столиц, есть довольно активные регионы. И, в частности, одна из первых клиник в России, которая занималась проблемой ЭКО и занимается до сих пор, она находится во Владивостоке. Другой разговор, что коллеги из Владивостока абсолютно справедливо говорят, что нам лететь учиться в Штаты много ближе и дешевле, чем лететь учиться в Москву. Я думаю, они еще в Китай могут съездить, поучиться, да. Да, безусловно. Ой, там, по-моему, ЭКО не нужно в Китае. На самом деле, нужно всем, и в Китае, в том числе, и в клинике. Так что все, конечно, зависит очень сильно от персоналей. Ну, и другой момент тоже немаловажный. Это тоже, называя две столицы, наверное, мы немножко лукавим, да, потому, собственно, прогресс существует там, где есть деньги. А они, как известно, только в одном месте, да, сосредоточены? Ну, там, где появляются деньги, там появляется и бизнес, и прогресс, и продвижение какое-то. К сожалению, приходится признавать, что без денег, будь то частные инвестиции, или государственное финансирование, или перекрестное финансирование, боюсь, что ни о каком прогрессе невозможно видеться и речь ни в России, ни где-то в мире. Опять-таки, говоря там об аналогиях с европейцами, думаю, что что-то примерно одинаковое существует во всех видах деятельности, но в медицине это довольно четко заметно и очень прослеживается. Основные изобретатели и основные новшества, которые происходят в медицине, еще раз говорю, я не беру фармацию, я беру именно медицинские какие-то изделия, либо новые программы лечения, это университетские центры, конечно же. Безусловно, оттуда идет движение, и дальше это в какой-то степени уже распространяется, поэтому, увы... Ну то, о чем мы говорили, да, то есть в образовании сначала появляется импульс, вот здесь в мозгу сначала появляется. Потом это, естественно, это мозг человека-энтузиаста, это мозг человека, да, который двигает двигатель по сути своей. И потом только мы получаем некую инновацию. Университетские или очень, ну тоже модно сейчас, да, вспоминать о неких, ну, в частности, вот наша Сколковая, так мы можем в эту же группу отнести? О неких, да? Я бы воздержался, честно говоря. Я бы тоже воздержался. Я невеликий знаток того, что происходит в Сколково, но есть у меня определенные сомнения. Опять-таки, это вопрос времени, это же тоже справедливо, но нельзя сравнивать некую структуру, созданную а насильно, б совсем недавно, с университетами, работающими 200 лет, да, но это же нонсенс, и тоже нельзя это сравнивать, это взвешивать на одних весах. Я понял, да, к сожалению, приходится признать, но это правда. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Итак, друзья, последняя часть нашего эфира, давайте максимально интенсивно ее проведем. Я напомню прежде всего, что в гостях сегодня Наталья Яковлева, президент группы компании АВИС, и Сергей Лебедев, президент группы компании Свечаев. Мы говорим на тему инновации, как способ продвижения бизнеса. Ну, если позволите, уважаемые гости, смотрите, понятно, что вам проще всего говорить о том, в чем вы разбираетесь, в чем вы плаваете. А если гипотетически вот так вот попытаться пофантазировать, как вы думаете, инновации, способ продвижения любого бизнеса, Наташа? Я думаю, не любого есть же сервисная часть. Например, вам же нужно посещать салоны красоты, я не знаю. А там инновации ни в коем случае не выражать. Дело в том, что есть люди, которые просто обслуживают, а те, которые, есть люди, которые именно внедряют что-то новое, они идут впереди, а потом за ними уже шлейф. То есть, когда первый раз Шанель, Коко Шанель определенного вида сделала черное маленькое платье, это была инновация, так на пальцах, да? А потом теперь сейчас все дома, все дома моды имеют каждую свою коллекцию обязательно, свой вариант. То есть, они теперь повторяют, они тоже это делают, но когда кто-то что-то делает первое, это инновация. Это инновация, я думаю, да. И поэтому кому-то надо, кому-то там таланты, кому-то поклонники, да? Кто-то делает это первый раз, потом другим надо просто повторять. Поэтому, и это тоже бизнес повторять, повторять качественно. А, кстати, вот тоже интересный вопрос. Кто-то, действительно, кто-то, у него есть внутренние ощущения, я не знаю, на чем, опять, чем он мотивирован, если это бизнесмен, наверное, там, рентабельностью, если это человек творческий, да, у него вдохновение, он вот так видит мир. Кстати, тоже опять можно вспомнить фильм, да, замечательный. Я так вижу, я так вижу. Клетчатый, помните? Ну так вот, давайте представим, этот человек действительно есть, вот он что-то придумал. Но, с другой стороны, вот это его новаторство, инноваторство, оно же не обязательно, не стопроцентное, да, мы гарантируем, что оно приживется, что все будут делать так же, что все пойдут за ним, вот пойдут этим же путем. Ну, вот пример ваш с госпожой Шанель, да, ведь тоже наверняка не было и у нее стопроцентной уверенности, что вот она станет революционной. Дело в том, что такие люди, они талантливые, они чувствуют, они не могут это объяснить, и у них мыслеобразы идут пакетами, а не строчкой, по которой читать можно. Они не совсем прагматичные, да, получается? Они необычные, у них другое восприятие мира и другой уровень мышления, поэтому они как бы над толпой. И, конечно же, вот именно такие люди могут увидеть что-то новое, и они могут увидеть новый способ, они видят задачу, как задача глобальная, и пути решения. Они мыслят нестандартно, только тогда рождается инновация, я считаю. Мне кажется, что это еще и вопрос везения, вопрос удачного сочетания времени. Да, попал в то время, в то место. Если это все еще как раз ложится на ту подложку, которую Сергей назвал. Каков Шанель бы в 17 век, и горела бы она вместе со своим платьем и так далее. Поэтому тут тоже надо, мне кажется, разделять. Это просто мы уходим к тому же вопрос, с которого начали. Что такое инновации? И, безусловно, количество патентов, которые сдаются по всему миру ежедневно, исчисляются тысячами, но из них вырастает некую инновацию, которая еще и применяется на практике, особенно еще и в контексте услуг каких-то. Но это огромная редкость, и все-таки это всегда единичная история. Например, в нашей отрасли очень много лет две довольно крупных организации, опять-таки университетских, занимались попытками научиться замораживать женские яйцеклетки. И сперму, и эмбрионы человеческие. Мы морозить умеем очень давно, и, собственно, процедура абсолютно рутинная, не составляет никакого труда. Проблематика заключается в том, что, собственно, морозить там можно все, что угодно, но в женской яйцеклетке самое большое количество жидкости, и возможность вывести эту жидкость для последующей заморозки, вот это составляло критической проблемой. Но вот, тем не менее, почти одновременно обе группы вышли на определенное решение, которое теперь позволяет это делать. Пока, положа руку на сердце, не очень хорошо это получается, но уже это довольно массовый носит характер. Да, в России пока единичный, но в мире это носит довольно массовый характер. И это вот те самые инновации, которые будут приживаться, очевидно, будут использоваться. Сергей, наверное, нужно отдать должное, что можно просто не мучиться, а взять и повторить у успешных лидеров мировых. Например, взять в Америке, посотрудничать с какими-нибудь, наверное, лидерами, и не надо мучиться много лет в России. Зачем? Если у нас российское сельское хозяйство будет долго мучиться самим, изобретать газовую камеру глушения, они через 50 лет ее не придумают. Я с вами согласен. Поэтому надо просто английскую взять и использовать успешно, и не страдать, что наши клиенты и делают, самые успешные. Ну, тогда у меня вопрос сразу, а в чем инновации тогда? Инновации чего? Вот в этом примере, в чем инновации, Наташа? Инновация в том, что инновация, она мировая существует. Инновация. В 95-м году была создана первая камера в Англии Джереми Холлом. Я брала у него интервью, она висит у нас на сайте, или можно его в открытом информационном доступе. Можно увидеть лицо человека, которое первому в голову вообще пришло анестезию включить для птицы, да, то есть заменить электрическое оглушение. В то же самое время для нас это новое, вы говорили правильно слово, новация в чем, вот в чем новация. То есть инновация, это же мировой международный термин. И просто применяют россияне, мы говорим о нашей стране, мы это их применяем или нет, это уже наше дело. Но если весь мир идет впереди, планеты все, и у них там и экономика, и технологии, мы можем, конечно, пытаться сами развить свою уже отсутствующую техническую базу, попытаться параллельно что-то изобрести. Но, например, американцы применяют английскую технологию, уже глобализация, и не страдают. Почему мы должны страдать? Ну, плюс, конечно, надо еще внедрить. Надо, что бы ты ни взял, это нужно внедрить, применить, и испортить, и, собственно... Вот мы и занимаемся внедрением, конечно. Мы для этого и нужны. То есть вот в нашем случае, ну, в вашем случае, да, инновация, это внедрение. Она сотрудничает, я не знаю. Ну, мы пытаемся все-таки делать какие-то научные изыскания в части собственной работы, но в основном это же связано с улучшением и, нелюбимое мною слово, модернизированием того, чего, собственно, к нашей коллеге западные предлагают. Ну, модернизирование не просто тупо взять, да, чужое и сделать так, чтобы... Не, не с точки зрения украсти, переделать. Во-во-во-во, да, и переделать, чтобы, не дай бог, не было похоже. Нет, это адаптировать российской действительности, это иногда и довольно конструктивные изменения, связанные с, там, методологией к лечению, поэтому об этом речь идет, конечно, это не смысл. Я вам скажу больше того, безусловно, ну, на 98% лабораторий, которые занимаются экстракорпоральным оплодотворением, оснащены европейской техникой, да, оборудованием европейским. И это нормально, да? Это абсолютно нормально. Мы, пока, к сожалению, в России это невозможно. Мы чего-то пытаемся делать в России, в том числе наша группа, но это, вот еще раз говорю, ну, может быть, до 5% из технологической цепочки, которая используется. Ну, и вот, если говорить об адаптации, она в основном по какой причине? По причине технологической отсталости, по причине, я не знаю, ментальности. Разные бывают причины, бывают экономические причины, что западные аналоги достаточно дорогостоящие, и попытки снижать, в том числе, себестоимость услуги для клиентов, конечно, приводят к тому, что мы пытаемся какие-то вещи внедрять. Хорошо. Ну, и не так много времени осталось. Еще один мне вопрос очень интересен. Смотрите, получается, все-таки, вот эта вот история связанная с инновацией, это штучный товар такой, штучный, да? Штучный. Да. Он, в принципе, наверное... Сначала штучный, потом идет серийный выпуск. Ну, мы говорим именно о тех, кто впереди, впереди движется, кто за собой ведет. Вот, понятно, что это личности, это какие-то, да? Харизматичные должны быть. Совершенно верно. Как вы думаете, вот их количество со временем, может быть, да? Или точнее, давайте так, ну, со временем-то понятно, по каким причинам их количество может многократно вырасти? Или, может быть, даже этого и не случится, а, может быть, даже этого и не нужно? Все равно эти самые Коко Шанель, они должны быть единицами, не может быть, да, их там, я не знаю... Наверное, так всегда и останется, честно говоря. Я тоже полагаю, что... Будут личности и будут, и будет, как бы, локомотив, и будут составы вагона, так всегда. То есть это нормально. Это нормально. И то, что мы сейчас вот активно внедряем в сознание всех вокруг, в наше с вами, там, вот, наших слушателей, инновация, 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 да, пользуйтесь, применяйте сами каким-то образом, это, может быть, и не очень... Создается мне, что процентов 95, не очень понятно вообще, о чем идет речь. И по большому счету стоит ли, не знаю, даже мне, как потребителю, в какой-то степени знать, каким образом погибает Наташа, она подопечная. Я, например, не уверен, что я хочу это знать. Может, курицу уйдите, наверное, это и ваша еда. Я говорю, это не значит, что я хочу понимать, каким образом она пришла на мой стол. Будучи человеком цивилизованным, конечно, догадываюсь, как это все происходит, но вдаваться в детали я не хочу. Поэтому это такая, мне кажется, иногда завышенная планка неких ожидательных моментов с точки зрения инновации. И потом, что такое любые инновации? Это либо, еще раз говорю, внедрение изобретений кого-то другого на твоей территории и в твоем сегменте, либо уж, в части, там, совсем гениальных людей, это самостоятельный процесс придумывания чего-то нового, услуги или продукта. Либо, еще раз говорю, там, в части фармации, например, это методология, отработанная годами производства новых препаратов. Это, конечно, не озарение, безусловно. Это кропотливый труд тысяч людей. И, собственно, это не секрет, что производятся тысячи препаратов аналогичных, но только один из них выйдет в тираж и будет издаваться, потому что все остальные будут носить не тот характер, который хотелось бы. А метод изобретения этих препаратов — это постепенное изменение формулы. То есть в каждой из этих десяти тысяч препаратов там абсолютно незначительное химическое соединение изменяется, и дальше идет процесс тестирования и так далее и тому подобное. Главное, чтобы это инновациями не называли. Это просто технологический процесс. Абсолютно. Ну, а возвращаясь к инновациям, я правильно понимаю, что все-таки это штучный товар, не массовый никак. Это не массовый. Не массовый. И, конечно, у нас, если бы была какая-то, не знаю, структура, система, которая бы определяла действительно, что такое инновации, и был бы, может, какой-нибудь реестр или перечень технологий, которые приняты. Вот сейчас, например, у нас будет в мае выставка международная, и будет конкурс инноваций. И я считаю, что это очень правильно. Компания «Астигрупп» проводит в Крокусе. Это правильно, Наташа? Ну, я боюсь, опять может возникнуть проблема, потому что не все понимают, что подразумевается под инновацией. Что это подразумевается? Если бы нас главным инноватором назначили «Довинчи», то все было бы понятно. Вот вам инноватор абсолютно известный и понятный. На все времена что-то назначили. Или если кто-то не знает, там «Архимед» был, очевидно, тоже инноватором. И все равно, еще раз, конечно, это единицы. Все остальные люди, там, наверное, включая нас, это, еще раз говорю, там, адаптеры нас назовите, как удобно, как угодно, да, там, более смелые в продвижении каких-то услуг. Проводники, давайте, адаптеры. Проводники, может быть, да. Я бы разделила инноваторы и люди, которые изобретатели. Изобретатели, правильно Сергей говорил, их много, и куда эта половина, даже большая часть, там, процент, один процент. Мы говорим о инновациях, наверное, как о явлении, о явлении модернизации наших отраслей развития народного хозяйства. Поэтому я бы, наверное, обратила наше внимание, что мы должны именно технологическую революцию строить и улучшить общее состояние экономики и ВВП страны. И нам нужно понять, каким образом помочь технологиям массово уже вот потом пропустить локомотив, создать условия для этих локомотивов, да, чтобы они могли, как говорили, охоту за мозгами, то есть найти этих людей, которые будут двигать. Наташа, спасибо огромное, время у нас заканчивается. Мне очень понравилось, инновации как явление. Давайте на этом поставим точку. Наталья Яковлева, Сергей Лебедев, спасибо огромное за то, что вы нашли время. Всего хорошего. До свидания.